Вот такие замечательные пейзажи встречают меня в Красноярске. Это возле моего дома. И эта картина называется «Здравствуй, мегаполис!». Сегодняшний выпуск я начну с радостных новостей. На моем канале восстановлены комментарии. Дело в том, что мы с вами все равно общаемся в Инстаграме, Фейсбуке, на моем втором канале, который к деревенской тематике отношения не имеет. И, наконец, по электронной почте. То есть мы с вами разбросаны по всему интернету. И все из-за чего? Из-за того, что у меня не хватало сил летом бороться с троллями, банить их. Но теперь все мои личные передряги позади. И я могу спокойно заниматься модерацией. Ну а вторая новость, как вы уже заметили. Сегодня репортаж я веду не из деревни, а из города Красноярска, куда я выехал по делам. Сегодня пятница, 11 декабря. И мы с вами будем мотаться по городу и делать все, что необходимо сделать до отъезда в деревню. Завтра утром я возвращаюсь домой. Первым делом мне необходимо съездить в Сбербанк и забрать карточку, восстановленную, взамен утраченной. Поэтому сейчас мы с вами сядем на трамвай и поедем практически в центр города. Поскольку сейчас везде карантин, я вошел в кармане в такую вот замызганную маску, которую одеваю всегда, когда захожу в магазин или в общественный транспорт. Потому что таковы у нас правила. И вот так я выгляжу в маске, в типичной городской среде. Вообще сам город делится пополам рекой Енисей. На два берега, левый и правый. Мы находимся на правом берегу. И вот на правом берегу как раз трамваи ходят. А на левом берегу трамваев нет. На левом берегу в свою очередь ходят троллейбусы. А на правом, на нашем берегу, троллейбусов нет. Вот такой у нас удивительный, необычный город. Ну что ж, первый этап квеста пройден. Карточку я получил. Теперь двигаемся дальше. Следующий уровень моего квеста подразумевал посещение гипермаркета Вираж в целях приобретения азбистового шнура, который необходим для ремонта печной трубы. Азбиста, к сожалению, тут нет. Есть только вот такие шнуры теплоизоляционные. И ленты тоже теплоизоляционные. Они до 800 градусов. Ну вот не знаю, допустим, вот этот вот шнур этот вроде бы более-менее должен подойти для изоляции двух труб, стыка двух труб. Ну не знаю, сейчас вот буду думать. Я все-таки на сайте видел азбист, а по поводу этих лент нужно думать читать. В общем, не оказалось в Ираже азбиста. Возвращаюсь на трамвайную остановку и снова еду в свой район. Субтитры подогнал «Симон» У себя в районе мне надлежало сделать несколько ксерокопий и распечаток документов. Очень большая очередь была в этих ксерокопий, но я как-то умудрился пройти без очереди и, в общем, быстро-быстро все документы свои сделал. Я сейчас возле торгового центра «Мега» и вот что мне нужно. Пошел я в «Актариусе». Запись у меня на 2 часа, а время уже половина. Прошло ведь часа, а я оформил у Натальуса все бумаги. И теперь возвращаюсь в тот район, где я делал ксерокопию – на почту. На почту я отправил всю корреспонденцию, завершив тем самым официальную часть своего визита в Красноярск. И после почты у меня уже начиналась неофициальная, наиболее приятная часть посещения города. И первым делом я отправился в свой любимый магазин «Леруа Мерлен». Я нахожусь сейчас в «Леруа Мерлен». Но я не пошел за товарами. Первым делом я зашел в кафе. Вот в колодухе взял 2 чебурека и целых 2 стакана чая. Дело в том, что время уже 15.14, а я до сих пор не ел. Виртуозно расправившись двумя чебуреками, обшельник может с чистой совестью отправляться за покупкой. Давно уже присмотрел такой вот застенный обогреватель «Леруа Мерлен». Сейчас, наверное, его куплю. У него тут довольно-таки хорошие характеристики. Можно использовать во влажных помещениях. Ну, экономичный. Греет вроде бы хорошо. Надо покупать. Ну, вот и все. Дело сделано. Я только что отошел от кассы, оплатил покупки. Я купил гусятам 700-ваттный инфракрасный настенный обогреватель и усиленный морозостойкий 20-метровый удлинитель, который я проведу от дома до их стайки, как временная мера, пока не налажу проводку. Должен отметить, что все эти покупки я осуществил на ваши донаты, которые вы мне перечисляли по ссылкам и по номеру карты, которые я обычно всегда оставляю под каждым видео снизу, в описании. Большое спасибо за то, что смотрите меня, за то, что нравятся мои видео и за то, что вы меня поддерживаете. Подходит к концу мой городской уикенд. Я снова на станции стою. Уже взял билет, купил. Жду электричку и поеду в деревню. Вот в этом ларьке у нас продают замечательный чай. Горячий. И с чаем ожидание электрички, оно как-то всегда получше. Вот взял чай. Иду на лавочку на свою с чаем. Пью чай стою. Круто. Класс. На морозе погреться-то в ожидании. Ну и пока мы с вами едем в электрички, расскажу еще об одном девайсе, который я везу из Красноярска. Я его не покупал, он у меня уже был. Это студийный микрофон, с помощью которого я озвучиваю свои произведения. Либо рассказы, либо литературные разборы. Я давно собирался привезти его из города, но он очень тяжелый. Он килограмма 2-3, наверное, весит. И каждый раз я его выкладывал из рюкзака в самый последний момент. Поэтому канал немножко я второй подзабросил. Но теперь с микрофоном, я думаю, дело пойдет повеселее. И скоро там на канале начнутся обновления, начнутся публикации новых произведений. Уезжал я из дома более чем на сутки. Полтора суток меня не было, если точнее сказать. Думал, тут будет минус, но нет. На градуснике плюс 8. Гусята, мои гусята. Мои гусята. Первым делом, как приехал, гусятам воды принес, налил. И вот с каким удовольствием они ее пьют. Они у меня полтора дня без воды сидели. На одном снеге. Я никогда не поверю, что гусятам комфортно есть один снег вместо воды. Может быть, каким-то породам это комфортно или терпимо. Но мои гусята очень любят воду. Они ее гонком пьют. Эти мои маленькие. Мои хорошие. Вот так и закончилась моя поездка в город. Сейчас я топлю печку, напоил гусей, занимаюсь хозяйством. Ну, а то, как я установлю обогреватель, как буду поднимать температуру в стайке гусят, я расскажу уже в следующем выпуске. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!